На неделе в республике, как и по всей России, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Исторически Учитель в Дагестане это первый человек в джамаате, которого уважают не потому, что он много знает, а потому, что от него зависит передача культурных и духовных ценностей от поколения к поколению. Учитель неприкосновенен, но за последние годы лихолетия образ и профессия учителя оказались в андеграунде. Власть и общество относились к нему как к слабому змену в пищевой цепочке подсоветской институциональной системы. В воздухе повис вопрос, когда учитель станет костью земли российской, главным человеком в ценностной системе координат нашей великой страны. Смотрите далее репортаж Гамзата Нурмагомедова. Стыдоба это, друзья. Социальная проблема учителя постоянно в стране. Средняя заработная плата 9 с чем-то 10. 11 от сил. Я 50 лет работаю, 11 даже нет. Это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Знание свет, незнание тьма. Одна из причин увеличения количества террористов, невежества и безнравственность. Для работы с последствиями невежества и бездуховности государство затрачивает в 2-3 раза больше средств, нежели для работы с устранением причин. Сотрудники силовых структур получают в среднем ежемесячно 40-50 тысяч. В то время как учителя зарабатывают 10-15 тысяч рублей. А то и меньше. Труд в милиции, в полиции, он тоже, вы знаете, сложный, опасный. И в Дагестане в особенности. Поэтому здесь не нужно сравнивать это. Вопрос в том, что ты в жизни выбираешь. Учитель в школе затрачивает колоссальные усилия. Ежедневная пятичасовая работа с ребятами. Бессонные ночи за проверкой сочинений домашних заданий. Огромная нервная нагрузка. И все это ради того, чтобы воспитать наших детей и подготовить их к взрослой жизни. Когда доводим среднюю зарплату до учителей или закладываются средства в Минфине для предработников образовательных организаций, они исходят из средней заработной платы по Республике Дагестан. Чиновники, которые пришли в Аварский театр на праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, где пели, танцевали и дарили подарки, обещали уделять больше внимания педагогам. Сегодня сопоставляя профессии, может быть, я признаю, что отчасти то внимание со стороны государства, наверное, неполное. Я хочу высказать надежду, что в любом случае поступательное движение и в отношении содержания учителей, расширение, улучшение материально-технической базы и создание комфортных условий, оно сегодня имеет возможность развития. В Дагестане насчитывается более 40 тысяч преподавателей. Особое внимание требуют сельские учителя. Молодые специалисты не хотят работать на низкую зарплату и соответствующие отношения к преподавательской деятельности. В 20-30-е годы по Дагестану можно было чувствовать, что самое лучшее здание в селе было эта школа, самый обеспеченный человек это был учитель. Поэтому наши люди всегда вообще придавали очень большое значение этой профессии. Но, к сожалению, сейчас самое худшее здание, чаще всего, это школа, самый бедный человек в селе – это учитель. Поэтому не стремятся быть учителями, хотят более и жалеют. По данным ВЦИОМ, 48% опрошенных россиян считают, что учителя утрачивают уважение в обществе. В комментариях к этому посту пользователи Инстаграм приводят разные мнения. Одни сетуют на низкую трудовую оплату и плохое воспитание родителей, другие – на непрофессионализм и халатные отношения педагогов в своей работе. Учитель, который все время думает о том, что как бы решить проблемы финансовые, семье и так далее, он полноценно учебным процессом и воспитательным не будет заниматься. Родители и государство очень требовательны к учителям. Они должны обладать и полнотой знания, быть тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. О том же, что учителю нужна государственная поддержка и внимание общества, зачастую забывается. Управление образованием никто обоменит, спасибо даже не сказать пустое слово. Вот это больно, что в душе нет. С назначением нового главы Дагестана Владимира Васильева педагоги надеются, что существующие проблемы решатся, а заработная плата в регионе повысится до федеральной планки. Редактор субтитров А.Семкин